Привет, друзья! У нас сегодня необычное сравнение. Мы взяли три смартфона до 10 тысяч рублей, опираясь только на цену, чтобы показать, какие в этой категории бывают смартфоны и какая между ними разница. Так что сейчас я расскажу про Redmi 9A, Realme C11 и Tecno Spark 8C. Интересная особенность, все смартфоны выпущены в разных годах. Redmi 9A в 2020, Realme C11 в 2021, а Tecno Spark 8C в 2022 году. И кажется, что сравнение будет не совсем честное, но такая уж эта ценовая категория, в которой встречаются самые разные модели. И на общем фоне, конечно же, сильно выделяется Spark 8C, но, как выяснится в самом конце, это неспроста, так что советую досмотреть. Да, он новее, чуть дороже остальных, у него больше памяти, плюс экран 90 Гц. Так что прогоним бенчмарки, посмотрим, что у них с автономностью и даже попробуем сыграть в Genshin Impact. Да-да, мы настолько сумасшедшие, что заслуживаем лайк. Вы на канале CityLink, меня зовут Павел. Приятного просмотра. Начнем с комплектации. Она тут плюс-минус одинаковая. Смартфоны, блоки зарядки по 10 Вт, провода зарядки, разные бумажечки, но в комплекте со Spark 8C идет еще и чехол. И, как я уже говорил, он у нас самый дорогой. И у него есть NFC, у него есть сканер отпечатка пальцев, который работает, кстати, неплохо. Два раза внести один и тот же отпечаток нельзя, но мне удалось обойти систему. Возможно, именно это и сыграло свою роль. Корпуса у смартфонов пластиковые, имеются разъемы для наушников и порты зарядки, правда, microUSB. И если в 2020 и 2021 году выпускать бюджетные смартфоны с microUSB зарядкой, это еще, ну, куда не шло, то в 2022 это, ну, как минимум странно. Даже для недорогих моделей. Все смартфоны имеют полноценные лотки, подвесим карты и карты памяти microSD. Но только Redmi и Tecno оснащены резинками. В Spark вообще заявлена защита по стандарту IPX2. То есть пот и брызги воды ему не страшны, но мыть смартфоны не рекомендуется. Экраны здесь IPS с HD разрешением, и они практически одинаковые. У них плюс-минус 270 точек на дюйм, так что пиксели при желании разглядеть возможно. Яркость в районе 500 нит, но по ощущениям Redmi немного тускнее. А при остальных равных Spark 8C выделяется наличием 90 Гц. Вот только разницу в работе смартфона между 60 и 90 Гц я не вижу. Это удивительно. Он что так, что так, достаточно плавный, особенно на фоне Redmi и Realme. Потому что у них не хватает оперативной памяти. Из-за чего прогрузка ленты дерганая и рубленая. Но если взять модели с 4 ГБ оперативной памяти, то будет не хуже, чем у Spark 8C. Правда это уже будет выходить за наш бюджет, поэтому мы этого делать не стали. Но экраны здесь лучше, чем у Spark. Потому что они показывают хороший баланс белого. А у Tessna он сильно уходит в Magento. И белый уже не белый, а с красно-синим отливом. Так что на экране компания очевидно сэкономила. И лично мое мнение, лучше правильно откалиброванный экран, чем 90 Гц. Тем более, что здесь я не вижу разницу 90 и 60 Гц, что удивительно. Но с точки зрения маркетинга, да, 90 Гц звучит солиднее, чем просто правильная калибровка экрана. Переходим к железу. Все спики сейчас перед вами на экране. Помимо того, что у смартфонов разные процессоры, Spark 8C выделяется еще и объемом памяти. Хотя при этом стандарт этой самой оперативной памяти класса ниже, как и частота процессора в сравнении с нашими старичками. А вот графика у него получше. Так что давайте посмотрим, на что смартфоны способны в синтетике, а потом я расскажу, как они ведут себя в играх. Тест в Antutu Spark проходит быстрее всех и собрал больше всего баллов. Аж 178 тысяч. В то время как остальные и 100 тысяч не набрали. Во всех других тестах Spark также показывает свое превосходство чаще всего аж в два раза. Троттлинг тест, все смартфоны проходят хорошо, но Spark выбивает больше всех гипсов. Сперва я хотел протестировать смартфоны в моей любимой игре Genshin Impact. Но, к сожалению, потянуть ее смог только Spark 8C. Причем не сказать, что вот прям тянет, прям замечательно. Но при должном терпении играть возможно. Поэтому я решил установить Call of Duty. На мой взгляд, эта игра подходит отлично. Потому что на каких только смартфонах я ее не запускал. Но Redmi 9A с ней еле справляется. Пару раз он так сильно подвисал, что я думал уже выключать. Но нет, раздупрился и можно было продолжать мое мучение. Realme справился с задачей чуточку лучше. А вот Tecno на их фоне был опять молодцом. Попутно я еще засекал скорость разряда аккумуляторов. Ведь у смартфонов они одинаково по 5000 мАч. То же самое я делал при просмотре YouTube и когда пользовался навигатором. Результаты на экране. И как мы видим, они плюс-минус схожи. За исключением того, что Realme очень прожорлив во время серьезной нагрузки. Восполнить заряд смартфонам помогают комплектные блоки питания по 10 Вт. И скорость заряда до 50% с шагом 15 минут у вас на экране. Как вы видите, скорость зарядки одинаковая. А разницу в 1-2% я списываю на погрешность. Камера у смартфонов тоже схожая. По 13 мегапикселей. И разница только светосила. У техно она повыше, а значит он получает больше света. Днем Redmi более контрастный. А техно как раз этого не хватает. Из-за чего фото получаются бледными. Плюс техно сильно сливает в ярких участках. Видно, что софт не справляется. Но при желании раза с третьего можно получить очень даже неплохие снимки. Ночью тоже с технической точки зрения техно сливает. Особенно учитывая, что у Redmi есть ночной режим. Хотя он самый бюджетный из нашего трио. Однако это тот случай, когда лучше бы этого режима не было. А с точки зрения восприятия у техно не особо-то хуже получаются фотографии при недостаточном освещении. Да, в темных участках информации отсутствует. Но зато шумов меньше и фото выглядит атмосферно. Так, а вот в плане видеосъемки вперед вырывается Redmi. Не смотрите на то, что в Realme лучше всего стабилизация, потому что он стоит на штативе. У меня всего две руки, а не три. Что очень жало. Я бы больше успевал. Так вот, качество лучше у Redmi, потому что у него выше детализация, у него лучше записывается звук. Потому что в техно у него очень посредственный звук и периодически пролюбливается автофокус. Вот вам пример съемки из парка при дневном освещении. Видео смартфон записывает максимум в Full HD, 30 кадров в секунду. Ни о каких 4К здесь и речи быть не может, как и о 60 кадрах. Стабилизацию тоже здесь не завезли. Поэтому если ходить, то картинка будет дергаться, но ходить я не могу. Здесь нужен специальный штатив. Так что посмотрим, как будут справляться процессоры и непосредственно сами матрицы. Фронталки в свою очередь у старичков по 5 мегапикселей, а у техно 8C на 8 мегапикселей. Но, правда, это ему тоже особо не помогает. Подводя итог, что мы видим? Создавая бюджетники, Realme и Redmi пытались создать более или менее сбалансированный смартфон с достойными экранами, с меняемой производительностью, с хорошей автономностью и достойными камерами. Получилось ли у них это? На мой взгляд, несомненно. Потому что даже в 2022 году по меркам сверхбюджетных смартфонов они смотрятся очень уверенно. А вот техно, создавая Spark 8C, сделали максимальный фокус на производительности. И с этой задачей смартфон справляется. Плюс ко всему у него также хорошая автономность. У него есть NFC, у него есть сканер отпечатка пальцев. Но по остальным показателям, это устаревший смартфон, который соответствует прошлогоднему рынку или даже 2020 года. У него плюс-минус, такой же экран, только чуть похуже, потому что не откалиброван. И с заявленными 90 Гц, которых я, повторюсь, не увидел. А я из тех, кто такие вещи замечает. Потому что для меня разница между 60 и 90, она колоссальная. Я ее невооруженным глазом вижу. При этом, разъем зарядки устаревший. А камера по итогу, если не проигрывает, то точно не лучше, чем у бюджетных смартфонов прошлых лет. Да, он мощнее, но для комфортного использования это недостаточно. Так что, как вы видите, нам очень повезло, что попались смартфоны именно с разным годом выпуска. Потому что мы можем сравнить, как смартфоны развиваются. И теперь вы знаете, на чем компания экономит, а где немножко лукавит, говоря свои характеристики. И вы знаете, куда теперь нужно обращать внимание, подбирая смартфон. Так что, если ролик вам понравился, или он был вам полезен, то прошу поставить нам лайк за старание. Подписывайтесь на канал. Скоро будет еще больше обзоров и сравнений. А у меня на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok